Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал и произошло то, что мы так долго ждали. Вышла iOS 16 релиз для всех поддерживаемых устройств. Если вы прошли бета программу, то вы уже знаете какие там новые фичи и чего ждать от системы. Если вы на 15 iOS, давайте смотреть что-то нового интересного в системе, стоит ли переходить с iOS 15, 14 и прочих версий. Буду очень рад, если вы поддерживаете видео пальцем вверх. Также подпишитесь на канал и вот эти все обои они есть в телеграме, ссылка на которые в описании. Но в начале видео небольшая интеграция на тему iOS 16 бета. Дело в том, что скоро выйдет релиз и откатиться на 15 станет невозможным. Или будет еще возможно какое-то время, а потом способ закроется. Так вот сейчас самое время вернуться на 15, если вам 15 нравится больше, кажется стабильней. Так вот как это сделать? Поможет в этом приложении под названием TuneSkit iOS System Recovery. Здесь помимо отката есть огромное количество ошибок и системных сбоев iOS, которые можно попробовать и решить. Чтобы пользоваться софтом, нажимаем на кнопку Start. У нас два режима, стандартный и расширенный. Для отката просто пригодится стандартный. Выбираем его и нажимаем на кнопку Download. Распознается версия нашего iPhone, последняя версия iOS 15, которая доступна. Система скачается и соответственно просто установится. Нажимаете на Repair, ждете процесс. И вот такое вот окно скажет о том, что система установилась и на вашем устройстве должна быть iOS 15, так как вы совершили по сути откат. В общем приложение полезное, для вас ссылку я оставлю в описании к видео. Если хотите вернуться, еще можно. И это один из способов, который работает. Вернемся к iOS 16. И первое с чего начнем, это конечно главная фишка новой системы, новый экран блокировки. По сравнению с прошлыми версиями iOS он полностью переделан. Чтобы перейти в меню редактирования, вам нужно разблокировать устройство с помощью вашего лица или отпечатка пальца. И после зажать экран рукой. После этого у вас откроется новое окно, в котором вы можете выбрать, какой именно рабочий стул вы хотите использовать. Ну или же настроить новый, нажав на кнопку Plus. Что мы и сделаем. Здесь огромная библиотека из стандартных предложенных Apple разных обоин. Есть там всякие подборки, есть ваши фотографии, которые система может использовать как обои. И обратите внимание на логотип перемешивания фотографий. То есть это то, что позволит вам менять фотографии автоматически или по тапу, там каждый час, каждый день. Неважно, вы просто выбираете список каких-то фоток, настраиваете, когда вы хотите, чтобы они менялись. И у вас фотки, то есть обои ваши, сами меняются без вашего ведома, хоть каждый день, хоть каждый час. Тут уже кто как захочет. То есть это то, что мы раньше делали через какие-то команды, через дикие костыли. Теперь это стандартно есть в системе. Также есть новая обоина, это даже скорее тема, называется астрономия. Пока что она одна, то есть нового ничего нет. Но я уверен, что со следующими обновлениями Apple будет добавлять все больше и больше подобных тем. То есть тут у вас есть разный выбор, например, Земля, Луна, Солнечная система под разными ракурсами. Если вы это выберете, то это действительно тема. Вы разблокируете устройство, это сопровождается анимацией. Ну, как бы очень круто. Что еще есть на экране блокировки? Это, конечно же, кастомизация виджетов, времени. Тут у нас шрифты. Есть, кстати, стандартный. Он похож на стандартный. Вот этот, например. Вы его можете использовать для часов. Сверху можно ставить разные показатели. То есть тут есть огромное уже количество разных виджетов. Ну и самое крутое, это, конечно, сами виджеты, которые можно разместить под часы. Здесь вы можете выбрать и стандартных. Apple их будет добавлять с каждым обновлением. Ну и теперь, когда iOS 16 выслал для всех официально, сторонние разработчики добавят свои приложения в поддержку. И здесь этих виджетов появится еще больше, что не может не радовать. Конечно, нельзя не упомянуть новое оформление рабочего стола. То есть вы просто можете эти обои сделать с эффектом глубины. Самое главное, чтобы фон был более-менее однотонный. И, поигравшись с масштабом, можно делать вот такие вещи, когда ваши обоины наезжают на часы. Это разные объекты, это там, может быть, вы, если это ваша фотография. Ну, в общем, выглядит очень круто и свежо. То есть вот просто сами обои, как реализован рабочий стол на экране блокировки, уже дает ощущение нового устройства. К сожалению, вот эта вот камера и фонарик не поменялись. Нет никаких переключателей, которые позволят их изменить в настройках. И это очень расстраивает. То есть есть кастомизация рабочего стола, но нет изменения вот этих кнопок. Вот я бы камеру отсюда убрал. Но, к сожалению, пока нет. Для кого-то минусом всей этой истории покажется, что Apple убрала живые обои. К сожалению, так и есть живые обои на официально выпиленные за iOS 16. Их больше нет. Но, с другой стороны, есть темы, которые вы можете использовать. Дальше мы заходим в настройки, обои. Здесь у нас новый экран, который рассказывает, как это все работает и как это все поставить. Особенностью является то, что ставя обои, вы их ставите сразу на два экрана. На домой и на блокировки. Поэтому у вас есть возможность здесь настроить экран домой. Вы можете выбрать какие-то размытия, какие-то эффекты, оставить картинку, вот как она есть без размытия. Ну, в общем, настроить хотя бы в этом плане экран домой. Раз уж мы в настройках, есть повод выйти обратно и зайти в меню Wi-Fi. По-моему, раньше этого не было. Здесь есть новый переключатель сверху, называется «Изменить». И тут вы можете увидеть все сети Wi-Fi, которым вы подключались. Тут будут данные, там типа пароли и прочего. И это все нужно посмотреть, удалить сразу ненужные. Ну, в общем, такой менеджмент Wi-Fi, если можно так сказать, он появился в настройках. Теперь заглянем в настройки «Звуки и тактильные сигналы». И здесь появился отклик клавиатуры. То есть вы можете поставить, чтобы был и отклик звуковой, то есть щелчок, и отклик с помощью вибромоторчика. Я вам советую это включить, потому что когда вы это включите и начнете печатать текст, вы не поймете, как вы этим раньше не пользовались. Это настолько крутое ощущение, когда вы печатаете текст, у вас отклик идет с помощью вибра. Очень классная фишка, обязательно рекомендую включить. Уведомления. Как вы понимаете, в iOS 16 внешний вид уведомлений полностью переделали. Раньше они были сверху списка, заслоняли обоины, но так как теперь Apple сделала именно на обои свое внимание, то теперь уведомления находятся снизу. Ну, или могут быть вот просто в такой точке, в самом низу. Внешний вид можно изменить на стандартный или на какой-то, который вам больше нравится. Для этого заходим в настройки, уведомления, и прямо здесь сверху вы можете выбрать один из трех режимов отображения обоев. Это просто точка, это стопка снизу или стопка сверху, как было раньше. То есть тут уже каждый выбирает, что ему больше нравится. Моя рекомендация вам это попробуйте, которые измененные со стопкой снизу. То есть так у вас действительно обои не перекрываются, и просто пальцем удобнее. Не нужно лезть туда-то куда-то вверх экрана. Все прямо внизу, в зоне досягаемости вашего большого пальца. Еще одна из фишек новой системы, это заряд в процентах. Включается эта вещь в настройке аккумулятор, тут прямо сверху заряд в процентах. Включили, и у вас теперь зарядка отображается в проценте внутри батареи. Кто-то это давно ждал и просил. И вот, наконец-таки, получили. Но тут есть один нюанс. Например, на iPhone 11 это недоступно. Там просто не OLED-экран. Соответственно, на мини-устройствах это также не будет работать. Потому что экран очень маленький, и процент будет смотреться очень странно. То есть Apple таким решением как бы убила эту фичу на устройствах не с OLED-экранами, и на очень маленьких iPhone. Так что имейте это в виду. Конечно, в настройках перерисовали огромное количество опций, добавили какую-какую локализацию, изменили иконки. Но останавливаться на всем, сами понимаете, это будет очень длинное видео. Мы перейдем на экран домой. И здесь тоже есть изменения, а именно поиск. Поиск Spotlight. Раньше мы просто делали свайп, и у нас опускался поиск. Apple это вынесло на отдельную кнопку внизу. То есть тут мы видим, написано поиск. Туда можно тапнуть. И точно так же у вас будет поиск. И опять же у вас в зоне досягаемости пальцев это все находится. И сразу можно приступить к печатанию того, что вы хотите найти. То есть вот просто мелочь, а на самом-то деле удобно. Теперь мы зайдем в приложение музыка и включим какой-то трек. Например, NF это топовый исполнитель. Обязательно рекомендую послушать его треки. Так вот, если мы включим какую-то песню и заблокируем устройство, на экране блокировки у нас снизу новый виджет. Здесь ваши разные действия будут с такой легкой анимацией. Там переключение трека, пауза, перемотка. Ну, в принципе, все стандартно. Если тапнуть на обложку альбома, то это развернется в старый вид, как было на iOS 15. Если тапните обратно, то у вас снова будет видна ваша обоина. Ну и конечно тут все переключения. Опять же это все как бы с новой анимацией. Еще одно но касаемо этих виджетов. Их будет больше. Сторонние разработчики получили доступ к таким виджетам. Это что-то вроде лайф-виджетов, которые в режиме реального времени на заблокированном экране будут показывать вам разную информацию. Когда будут обновления приложений под iOS 16, мы это наконец-таки увидим. Пока это работает только в каких-то стандартных приложениях, их немного. Не могу не упомянуть фичу под названием PSK. Это новый вид паролей, который придумала Apple. Но возможно это было и раньше, просто не реализовывалось повсеместно. В iOS 16 добавляется поддержка этой фичи. И на всех сайтах она тоже будет. То есть вам не нужно заполнять какие-то данные для входа, придумывать пароли, постоянно помнить вашу почту. Ваше лицо через Face ID или ваш палец через Touch ID и будет являться паролем и пропуском на какой-то сайт. Или социальные сети. Уверен, это будет везде, потому что это очень удобно. Используя вашу биометрику, вы по сути становитесь сами паролем. И сможете получать доступ к вашим аккаунтам на каких-то ресурсах. Очень классная вещь. Это просто намного быстрее и удобнее. И избавляет вас от запоминания какой-то ненужной информации по сути. В iOS 16 есть изменения и в стандартных приложениях. Например, в стандартных сообщениях появилась наконец-таки возможность редактировать сообщения, отменить отправку или отметить как непрочитанное. Это уже давным-давно есть в других социальных сетях, в других приложениях. Ну, до Apple это только дошло, ну окей, ладно, пускай будет. Быстрые команды. Там также их оптимизировали, они стали работать намного быстрее. И, например, не приходят уведомления, если вы используете какие-то автоматизации. То есть мы это давно ждали, наконец-таки появилось. Перейдем в приложение Photo. И тут также появилась фича, которую давным-давно ждали. Это пароль на недавно удаленные и скрытые. Честно признаться, это включается в настройках фото, там есть переключатель, но его нет выбора. То есть вы его просто можете включить сразу для скрытых и недавно удаленных. Я бы это разграничил. Я бы хотел пароль на скрытые, но на недавно удаленные нет. Пока что такой возможности нет. Я думаю, Apple за это прилетит. И они, соответственно, сделают какой-то переключатель, который будет включать пароль для какой-то из папок. Но пока что это уже хоть что-то. Вы это можете включить в фотографиях и, наконец-таки, использовать Face ID, Touch ID или пароль для входа в эти папки. Изменилось приложение Погода. Там теперь больше различных опций для просмотра. Она более подробная и более полная информация здесь присутствует. На самом-то деле выглядит свежо, интересно, можно позалипать. Также есть такая вещь, как Live Text. Она обновилась в iOS 16. Стало, что ли, более четче распознавать какой-либо текст. Работает даже на наших языках. И, соответственно, появился еще и Live Video Text. То есть, когда вы на каком-то видео можете поставить видос на паузу и вытащить текст из этого видео. Очень круто и качественно работает. Так что, если вам это нужно было, можно использовать. И, кстати, еще одна фича – это с фотографиями. Вырезать объект с фона. То есть, вы можете зажать какой-то объект на фотографии и вытащить этот объект. Использовать, например, в Telegram как какой-то стикер. Уже есть такая поддержка в телеге. Так что, ну, в целом, классные изменения, которые делают использование устройства интереснее. Это самые главные фичи, которые есть в iOS 16. Но тут еще огромное количество того, что как бы не так важно, но все равно вы то там, то там будете натыкаться на новые фишки. Например, в контактах появилась возможность создавать списки и грузить туда какие-то определенные контакты. Еще хорошо изменили стандартную почту, но если останавливаться на каждом нововведении, то видео будет очень и очень длинное. Я вам рассказал то, что на самом-то деле главное и в какой-то степени меняет экспириенс использования вашего гаджета. Тут вот просто вот это чувство новшества, оно есть, когда вы используете эти фичи. В общем, блядь, система получилась очень хорошая. Тут действительно много чего нового, интересного, измененный в какой-то степени дизайн iOS. И это не может не радовать. По производительности и батареи сказать определенно нечего, потому что по производительности последние беты были очень хороши. Нужно попользоваться этой системой какое-то время, чтобы она как бы оптимизировалась на вашем устройстве, и тогда уже вы поймете, как дела с производительностью. На моем устройстве, это 13 Pro Max, я могу сказать, что с производительностью очень хорошо. Реально все отлично. Никаких багов, лагов, фризов, интерфейса, вылетов, ничего такого нет. Система работает очень круто. По аккумулятору такая же история, первые беты были очень ужасные, там был нагрев, устройство быстро садилось, но на последних бетах это исправили. И на релиз кандидате, которая последняя версия перед релизом, батарейка вернулась к показателям iOS 15 на моем устройстве. А моего iPhone мне хватало на полтора дня активного использования. То есть это очень крутой показатель, и 16 вернулось к нему. Так что релиз удался. Если вы хотите поставить с 15, то мой вам совет, можете ставить смело. Если с 14, то тут уже нужно подумать, потому что аккумулятор точно пересчитается, процент в состоянии может снизиться, и батарейка начнет садиться быстрее. Но тут уже решать вам. На мой взгляд, 16 интереснее и 14, и 15 iOS. Но нужно быть готовым к тому, что ненамного, но батарейка может садиться быстрее. Так что решать уже вам. Пишите в комментариях, будете ли вы обновляться, ради какой фичи вы это делаете. Буду рад с вами пообщаться. Также, ребят, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok